МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Многие сталкиваются с проблемой, я тоже с ним столкнулся в свое время, когда начал заниматься штекерной и маховой ловлей. Проблема заключается в хранении готовых оснасток. Но все решаемо. Есть замечательные коробочки, деревянные боксы для хранения мотовил с оснасткой. Под 30 размер мотовила и под 25. В зависимости от ширины самого мотовила, количество, которое помещается, оно, соответственно, разное. Очень удобно все хранится, фиксируется практически на мету. То есть, в принципе, даже если коробка перевернется, отсюда ничего не выпадет. Что немаловажно. При таком количестве оснасток, допустим, собирать это все достаточно долго и утомительно. Расчет идет на среднестатистический поплавок. Конечно, если будут оснастки с какими-то большими поплавками на течении, то придется оставить один ряд мотовил, потому что все остальное пространство именно поплавком и займется. Но это не страшно. Зато все компактно. Все находится в порядке. И видно, где какая оснастка лежит. В руках у меня коробка по 25-й мотовилу, есть по 30-й мотовилу. Все также отлично, компактно. Все можно подписать, все будет видно. И главное, из таких коробок несколько можно сформировать для течения, для стоячей воды. И уже точно будете знать, что, где и как храниться. Еще одна проблема, с которой я долго боролся, это крепление лески, точнее, конца лески глухой оснастки к мотовилу. Много чего перепробовал, денежные резинки, и сам что-то пытался мастерить. За меня это сделали граждане-итальянцы. Сделали такие замечательные резинки с крючочком, которые очень здорово тянутся. Ну, дают нормальное натяжение для оснастки. Огромный плюс в том, что эта резина не рассыхается и служит по нескольких сезонам. И это очень экономно, потому что были аналоги, которые больше трех месяцев почему-то не выживали. В комплекте их идет 10 штук. Это вот упаковка. Увидите в магазине. Обязательно купите. Лучше у нас на пролетарке, конечно. Лучше у нас на пролетарке.